Добрый вечер! Мы с вами начинаем разговор о русской литературе Серебряного века. Дело в том, что понятие Серебряный век дано критикам, литературоведам Отсупам. Он так назвал по отношению к Золотому веку, к XIX веку, к Пушкинскому веку. Но поскольку начало XX века было очень-очень щедрым на всевозможные таланты, особенно в поэтическом направлении, это дало повод назвать этот век, хотя это не век, конечно, безусловно, это какие-то два десятилетия, но тем не менее все подхватили это название Серебряный век. Итак, относится это прежде всего к поэзии в первую очередь. Для этого времени характерна активная литературная жизнь, книги, журналы, поэтические вечера, поэтические состязания, литературные кафе, которые открывались во многих крупных городах. Все это способствовало развитию поэзии и поощрению молодых начинающих поэтов. Огромный интерес в первую очередь к литературе модернизма был вызван тем, что это было новое литературное направление. Помните, мы говорили классицизм, романтизм, сентиментализм, критический реализм. И вот сейчас, в конце 19 века, с лёгкой руки поэта-переводчика, критика Владимира Соловьёва начинает развиваться новое литературное направление. Модернизм, ну уже понятие новое входит в само название. И модернистские течения были разнообразными, потому что разнообразны были таланты людей, живших в это время. Мы поговорим сегодня о самых основных направлениях – это символизм, акмеизм и футуризм. Затронем и творчество Есенина, который не примыкал ни к одной из этих литературных группировок, но в 19-м году с собратьями по Перу придумали своё литературное течение. Итак, символизм. Первое течение литературы модернизма. Символизм – литературно-художественное направление, считавшее целью искусства интуитивное, постижение мирового единства через символы. Вот такая вот творческая философия. Объединяющим началом было, конечно, искусство. Символ – многозначное иносказание. Те, кто более-менее разбираются в теории литературы, вероятно, помнят, что у нас есть однозначное иносказание. Это аллегория, вот которая в аяснях используется очень широко. А символ – это многозначное иносказание. Символ содержит в себе безграничную перспективу развертывания смысла. Символ, как говорил Фёдор Сологуб, один из писателей Серебряного века, – это окно в бесконечность. Итак, единственный путь к поэзии с точки зрения символистов – это прозрение миров иных через иллюзорную действительность. Ну, а кто в этом поможет? Ну, искусство, конечно. И в 1892 году Соловьёв пишет такое стихотворение. «Милый друг, или ты не видишь, что всё видимое нами, только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий, только отклик искажённый торжествующих созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом свете только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете?» В 1894 году в Москве вышел сборник «Русские символисты». Впоследствии они разделились на более опытных уже писателей, и их называли старшие символисты, и молодых начинающих, которые называли младосимволистами. И, соответственно, появилось две школы – Московская школа символизма и Петербургская школа символизма. Конечно, это направление было мистическим, несколько религиозным, таким экзотерическим, потому что было очень много всяких потусторонних образов. Но в силу таланта людей, которые примыкали к этому направлению, это Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус и, конечно, молодой Александр Блок, который, кстати, приходился дальним родственникам Владимиру Соловьёву, зачинателю символизма и вообще литературы модернизма. Александр Блок – чисто петербургский поэт. Он родился в Петербурге в 1880 году в дворянской семье, и семейная атмосфера, в которой он вырос, способствовала тому, что традиции классической русской культуры были неотделимы от понятия дома. Отец поэта, профессор Варшавского университета, мать, вот он в детстве, мать была очень талантливой, одарённой молодой женщиной, она писала сама стихи, она могла написать критические статьи. И дедушка – знаменитый профессор Бикетов, профессор-биолог, а бабушка и тётя были переводчицами. И если кто-то читал в детстве знаменитое произведение «Хижина дяди Тома» «Горяет бичерство», то вот как раз первой переводчицей на русский язык была бабушка Блока. В семье Бикетовых многие занимались литературным трудом, потому что дед, хоть и был профессором, написал не только научные труды, но и популярные очерки. Впоследствии судьба сводит его с дочерью великого русского учёного Менделеева, Любовью Дмитриевной. Это была любовь его жизни, и в 1903 году они поженились. В начале 90-х годов Блок уже достаточно известный поэт. Много написано им произведений, связанных с именно миром искусства. Здесь вы видите на фотографии домашний спектакль, где показаны роли Блока и тогда ещё невесты Менделеевы. Здесь Блок в роли скупого рыцаря. Но дело в том, что... Сейчас немножечко погодя, переключусь сюда. Значит, дело в том, что... Посмотрите, как говорили о нём. Женщины восхищались, красавец, но больше чем красота поражала странная застылость лица, как изваянная. Это впечатление застылости усугублял и голос, заглушенный, однозвучный. Блок очень близко к сердцу воспринял теорию Соловьёва и теория божественного, поклонение вечной жене, вечной богине, вечной Мадонне. И в стихотворении «Вхожу я в тёмные храмы» он как раз отражает вот эта благовейная, торжественная, молитвенная интонация, ожидание чуда. «Вхожу я в тёмные храмы, свершаю тайный обряд, там жду я прекрасной дамы в мерцании красных лампан». И вот эта вечная жена, она встречается вот такая, это и муза, это и возлюбленная, это просто прекрасная дама, которая предстаёт в неясном туманном облике, а в лицо мне глядит озарённый, только образ, лишь сон о ней. Но, конечно, отдав дань символизму, блок всё-таки вырос, что называется, творческий. Творческий потенциал был настолько велик, что он понимает, что ему тесно в рамках символизма. Хотя приёмы символизма ещё часто используют в своём творчестве. «О, весна без конца и без края, без конца и без края мечта, узнаю тебя, жизнь, принимаю и приветствую звоном счета». Но блок почувствовал, что не может оставаться в стороне от острых социальных проблем страны. Он жил на офицерской улице, из окон которых была видна фабрика. И он каждое утро в тёмной ране видел подходящие толпы людей, которые стихались к фабричным воротам, и они подобно пасти заглатывали этих людей, и эти люди растворялись в глубинах этой фабрики. И он представляет эту фабрику каким-то страшным чудовищем. Посмотрите, пожалуйста, в соседнем доме окна жёлтые. Причём против правил орфографии, обратите внимание, слово «жёлтый» написано с буквой «О». То есть для чего? Для того, чтобы представить вот эти жёлтые круглые глаза чудовища. Блок считал, что эта буква способствует как раз созданию такого символического образа. А дальше, посмотрите, неопределённые местоимения. Недвижный кто-то, чёрный кто-то людей считает в вышине. И вот это страшное чудовище заглатывает этих людей, а те, кто правит этим чудовищем, рады, что на них работает такая толпа и приносит им высокие прибыли. Они войдут и разбредутся, навалят на спины кули, и в жёлтых окнах засмеются, что этих нищих провели. Конечно, вот такая остро-социальная проблема, она блоком ставилась не только в этом стихотворении. Надо сказать, что мотивы Родины, они были всегда в его творчестве. И он много пишет о России, которая представляется по привычному символическому принципу, некой красавице русской в расписном национальном русском платке. Ты и во сне необычайно твоей одежды не коснусь. Это именно Русь, не Россия. Надо сказать, что он показывает образ в юге, колдовской образ девушки. Это всё как бы соединяется в одном образе России. Блок создаёт цикл на поле Куликовом. Это стихотворение посвящено истории России и заключает в себе такое предчувствие грядущих бурь, предвидение трагедии. Блок видит исторический путь страны от поля Куликова до современных ему событий. Лирический герой и, так сказать, такой древний русич воин с одной стороны, и с другой стороны современник поэта. Единство времени и пространства, переживания передано рядом символов, вписанных в динамичный пейзаж. Очень много тревоги. Посмотрите. И опять вот этот символический образ. Дамы, только теперь она уже жена. О, Русь моя, жена моя, До боли нам ясил долгий путь, Наш путь стрелой татарской древней воли Пронзил нам грудь. И, посмотрите, тревога, которая не оставляет поэта, но и надежда, что враг любого плана, враг будет побежден. Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами степную даль. В степном дыму блеснет святое знамя и ханской сабли сталь. И вечный бой. Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнёт ковыль. Здесь, конечно, Блок показывает Россию, как страну на перепутье между Востоком и Западом. Говорит о её противоречии, о её величии и избранности. И образы Блока обладают философской глубиной. И его символы очень-очень разнообразны. Посмотрите, какие трупы, то есть средства художественной изобразительности. Закат в крови. Из сердца кровь струится. Плач сердце, плач. Покоя нет. Степная кобылица несётся вскач. Русь очень часто сравнивали с конём или с птицей-тройкой. Если помните, как у Гоголя в его поэме «Мёртвые души», «Эх, тройка, птица-тройка, кто тебя выдумал». Здесь символ вот этой степной кобылицы, символ простора, символ неудержимой воли, желания отстоять свою свободу. То есть для блока эта тема была очень-очень важной. надо сказать, что во всём цикле на поле Куликова практически заложена вся программа блока, которую он для себя, в общем-то, разработал. То есть не может сердце жить в покое. «Останови». И надо сказать, что несмотря на то, что судьба готовит лихие бури, тем не менее надежда на благополучный исход всегда есть. Следующее литературное направление, вернее течение, да, литературы модернизма, было акмеизм. Акмеизм, такое название придумал Гумилёв, Николай Гумилёв. Переводится акме, остриё, вершина, то есть то, к чему нужно стремиться, то есть ярко выраженное качество. Акмеизм декларировал конкретно чувственное восприятие внешнего мира и возврат слову его первоначального, несимволического смысла. То есть акмеисты спорили с символистами, потому что для символистов было очень много многозначности важной для них, философской значимости слова, символа в конце концов. Для акмеистов слово несло своё очевидное значение, своё первозданное значение. Причём очень многие будущие поэты-акмеисты поначалу были символистами и ходили на поэтические заседания кружка символистов, которые были организованы у известного поэта Вячеслава Иванова на квартире. Они так и называли башню, потому что дом, где была квартира Вячеслава Иванова, был с башенкой. И Гумилёв с Сергеем Городецким написали декларацию акмеизма, что именно они выступают против размытости символизма, они за конкретику, за конкретное пространство, за те вещества и за те материалы, которые есть у возможностей слова, и, соответственно, нужно эти возможности использовать. Например, Гумилёв, который был путешественником, который очень много времени провёл в этнографических экспедициях, и в Петербурге в этнографическом музее есть, так сказать, артефакты, которые привёз из экспедиции именно Гумилёв. Он эту экзотику далёких стран, которую, собственно, видел своими глазами, он отражал в своём творчестве. Например, в стихотворении «Жираф» он пишет, «Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озёр». Его супруга Анна Андреевна Ахматова, наша замечательная русская поэтесса, тоже, естественно, как и муж, она поддерживала его творческие начинания, и поэтому тоже в своём раннем творчестве отдаёт дань акмеизму. Ахматова большей частью умела передавать именно реальные чувства человека, особенно женщины, лирической героини, через окружающий мир, через окружающие предметы, через звуки, через запахи. Это становилось рабочим материалом, тем орудием, на ассоциациях с которыми и получалась характеристика лирической героини, ощущение её чувств. «Подушка уже горяча с обеих сторон, вот и вторая свеча гаснет, и крик ворон становится всё слышней. Я эту ночь не спала, поздно думать о сне, как нестерпимо бела штора на белом окне». Здравствуй. То есть первая влюблённость, первое чувство любви. Ахматова не говорит, что её героиня влюблена, что она живёт воспоминаниями встреч с человеком, которого любят. Она это показывает через окружение, через те предметы, которые окружают влюблённую лирическую героиню. И горяча подушка, и штора нестерпимо бела, и, так сказать, бессонные ночи. Вот это всё как раз и выткало вот этот вот образ первой влюблённости. Экзотика была ей чужда, и она именно писала о реальных чувствах женщины. Действительно, она стала знаменитой совсем молодой, сразу получила толпы поклонников, была окружена всеобщим поклонением, не только как поэт, но и как интересный человек, как интересная женщина. Её рисовали многие художники, и её действительно прическа, которая она не изменяла долгие годы, её чёлка, так сказать, вот это портреты, которые были нарисованы известными художниками. Итак, всё построено на ассоциации. Посмотрите на стихотворение вечера. Звенела музыка в саду, таким невыразимым горем, свежо и остро пахли море, на блюде устрицы во льду. Посмотрите, музыка звенит. Ну, обычный сад, да, парк, приморского городка. Играет оркестр, то есть обычный антураж летнего вечера. Но музыка звучит с невыразимым горем. А блюдо, которое подали в ресторанчике, пахнет острым морем. То есть мы видим, да, обострены и слух, и обоняние. То есть лирическая героиня нервничает, ей не по себе, и поэтому весь мир воспринимается на острие чувств. А дальше объясняется, в чем дело, почему это происходит. Он мне сказал, я верный друг, и моего коснулся платья. Так не похоже на объятия прикосновения этих рук. Так гладят кошек или птиц, так на наездни смотрят стройно. Лишь смех в глазах его спокойных под легким золотом ресниц. О скорбных скрипах голоса поют застелющимся дымом. Благослови же небеса, ты в первый раз одна с любимым. Итак, мы видим, что всё понятно, да, она всем, так сказать, существом влюблённой женщины ощущает, что её любовь не взаимна. И посмотрите, опять всё исходит от взгляда, от прикосновений. Да, он моего коснулся платья, и она понимает, что это не желание коснуться любимого человека. Так гладят кошек или птиц. Да, и обратите внимание, если в начале стихотворения музыка звенела с невыразимым горем, то сейчас голоса у скрипок скорбные. Скорбные. То есть всё как бы стало на свои места. Надежды не осталось никакой на ответные чувства. И поэтому нужно поблагодарить небеса хотя бы за то, что ты сейчас рядом с тем, кого любишь. Вот так такая сложная гамма чувств может скрываться за, казалось бы, простым вот таким рядом описательным. Того, что пахнет, что звучит, к чему прикасаются. Вот это, по сути, и есть акмеизм. Ахматова, конечно, очень быстро выросла из акмеизма, да он и просуществовал, по сути, всего два года. И она превратилась в очень серьёзную и очень известную поэтессу. И мы видим, что её стихи всегда пользуются популярностью, и даже, казалось бы, такие неожиданные поклонники её творчества, каким, например, был Маяковский, да, в силу, так сказать, очень неоднозначной такой холеричности своего характера, оказывается, тоже любил её стихи. Когда произошёл Октябрьский переворот, Ахматова принимает решение не уезжать из страны. Хотя очень многие коллеги по цеху уезжали. Мне голос был, он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, из сердца выну чёрный стыд, я новым именем покрою боль, поражений и обид, но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойны не осквернялся скорбный дух. Конечно, Ахматова яркая представительница, как и Гумилёв, они яркие представители акмеизма, но Гумилёв был расстрелян в 1921 году, а Ахматова стала настоящей русской поэтессой. Следующий автор, о ком мы с вами поговорим, это Сергей Есенин. Ну, его представлять, наверное, особенно не надо. Это самый, наверное, читаемый в России поэт. Современники отмечали необычайно стремительное восхождение его, так сказать, на высоты литературного таланта, и Есенин единственный среди русских великих лириков, в творчестве которого невозможно выделить стихи о родине, потому что всё, что он пишет, это практически всё о России. Писать он начинает рано, лет девяти, но сознательное своё творчество относит к шестнадцати, семнадцати годам. В 1914 году вышло его нашумевшее, ставшее очень знаменитым стихотворение в хате. Пахнет рыхлыми дрочонами, у порога в дёжке квас, над печурками точёными тараканы лезут в паз. Бьётся сажа над заслонкою, в печке нитки пепелиц, а на лавке за солонку шелуха сырых яиц. Вот стихотворение, оно стало событием в русской поэзии. Нет ярких красок, нет вычурных образов. Всё очень обыденно, достоверно, не поэтично даже, да, какие-то тараканы, шелуха яиц, и всё же оно чем-то притягивает. Наблюдательностью, может быть, мягкостью зарисовки, как он заканчивается стихотворение, от пугливой шумоты из углов щенки кудлаты заползают в хомуты. Природа у Есенина всегда олицетворена. Край ты мой заброшенный, как мне тебя не ласкать, не любить, сыпь ты, черёмуха, снегом, пойте вы птахи в лесу. Природа всегда живая. Любимые цвета это белый, голубой, синий, зелёный. Любимые образы образ дерева. Если девушка, то это, как правило, тонкая берёзка. Если какая-то человеческая судьба, то это клён. Клён ты мой опавший, клён заледенелый, что стоишь нагнувшись под метелью белый, или что увидел, или что услышал, словно за кольцем погулять ты вышел. И вот этот клён действительно воспринимается как человек, который перенёс несколько ударов судьбы, и который стойко-стойко его пережидает этот удар. Знаменитое стихотворение не жалею, не зову, не плачу, всё пройдёт, как с белых яблонь дым, увядание золотом охваченной я не буду больше молодым. Ты теперь не так уж будешь биться, сердце тронутое холодком, и страна берёзового сица не заманит шляться босиком. Дух бродяжи, ты всё реже-реже расшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, буйство глаз и половодье чувств, я теперь скупее стал в желаниях, жизнь моя, или ты приснилась мне, словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне. Все мы, все мы в этом мире тленны, тихо льётся с клёнов листьев медь, будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Вот, посмотрите, да, стихотворение звучит как будто бы минорно, вот так вот, такой светлой грустью, эллигически звучит, но в то же время оно очень жизнеутверждающее, да, то есть надо философски относиться к жизни, будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть. Есенин хорошо принял Октябрьскую революцию, он воспринял это как такой дар, да, свободы для всех крестьян, но очень скоро приходит разочарование, очарование, и он впадает в депрессию, потому что он всегда считал себя поэтом своей страны, а теперь что за страна? И в стихотворении Срокауст он сравнивает маленького глупенького жеребенка с остальным поездом, который мчит вперед, и этот жеребеночек пытается его догнать, и это невозможно. Глупый-глупый, смешной дуралей, но куда ты, куда ты гонишься, неужели ты не знаешь, что живых коней заменила стальная конница? И вот эта безысходность вылилась в такой достаточно мрачный и тяжелый период его творчества, результатом который стал сборник Москва-Кабацкая, где на смену светлым чувствам приходит цинизм, приходит грубая вульгарность, и он как-то даже о любви говорит цинично и грубо. Излюбили тебя, измызгали, не втерпешь, что ж ты смотришь синими брызгами или в морду хошь? То есть даже вот такие фразы, то есть поэтичность, нежность, которые всегда были свойственны Есенину, сменил озлобленный цинизм. Это, конечно, защитная реакция, это отчаяние, и любовь не изведена до плотской животной потребности, но в конце стихотворения жалобное раскаяние, дорогая, я плачу, прости, прости. И вот эта безысходность, она во всем, даже в строчках о любви. Мне грустно на тебя смотреть, такая боль, такая жалость, жаль только и вовая медь нам в сентябре с тобой осталась, чужие губы разнесли твое тепло и трепет тела, как будто дождик моросит с души немного омертвелы. Ну что ж, я не боюсь его, иная радость не открылась, так не осталось ничего, как только жалкий тлен да сырость, так и себя я не сберег, для лучшей жизни, для улыбок, как мало пройдена дорога, как много сделано ошибок, чужая жизнь, чужой обман, так было, так будет после, как кладбище усеян сад берет изглоданные кости, вот так же облетим и мы и отцветем, как гости сада, коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. Вот такое безысходное стихотворение, но когда Есенин включен в делегацию советских поэтов и отправлен за границу, это чувство уступает другому, он отрекается от кабацкого прошлого и в 1923 году создает цикл «Любовь хулигана», то есть он спасение видит в любви и к лирическому герою приходит обновление «Заметался пожар голубой позабылись родимые дали в первый раз я запел про любовь в первый раз отрекаюсь скандали» и трагический пафос такой надрыв сменяется задушевностью лиризмом откровенностью пускай ты выпита другим но мне осталось мне осталось твоих волос хрустальный дым и глаз осенняя усталость или дорогая сядем рядом поглядим в глаза друг другу я хочу под крутким взглядом слушать чувственную вьюг мечта о чистой любви один из сквозных мотивов лирики Есенина и когда ему довелось побывать в Закавказье в период 1924 25 году он создает цикл стихотворений персидские мотивы куда входит знаменитая шаганет это моя шаганет может просто я севера что ли я хочу рассказать тебе поле проволнистую рожь при луне дорогая сама догадайся дорогая ругай улыбайся не буди только память во мне проволнистую рожь при луне шаганет и моя шаганет и в этом сборнике он пишет улеглась моя была рана пьяный бред не гложет сердце мне синими цветами тегерана я лечу их нынче в чайхане даже форма персидских мотивов соответствует форме древней персидской лирики символом персидской красоты является образ розы и у Есенина тоже эти образы появляются в стихах глупое сердце не бейся все мы обмануты счастьем нищие лишь просят участие глупое сердце не бейся многие видел я страны счастье искал я повсюду больше искать не буду глупое сердце не бейся ну и вот стихотворение тоже философское тоже о жизни да все-таки произошла переоценка ценности и отношение к жизни изменилось отговорила роща золотая березовым веселым языком и журавли печально пролетая уж не жалеют больше ни о ком кого жалеть ведь каждый в мире странник пройдет зайдет и вновь покинет дом а всех ушедших грезит конопляник с широким месяцем над голубым прудом стою один среди равнины голой а журавлей относят ветром вдаль я полон дум о юности веселой но ничего в прошедшем мне не жаль не жали мне лет растраченных напрасно не жаль души сиреневую цведь в саду горит костер рябины красной но никого не может он согреть и то есть отговорила роща милым языком березовым языком да это осень не только календарная это не только осень года это и осень жизни человека которую надо благословить которое надо быть благодарным и есенинское творчество оно неразрывно связано с гармонией природы в мечтах о человеческой гармонии и следующий наш автор который символизирует другое литературное направление футуризм творчество Маяковского всегда было предметом острых споров споры носят эти не только такой узколитературный характер речь идет о взаимоотношениях искусства и действительности о месте поэта в жизни Маяковский пишет стихи тоже достаточно рано но так сказать его художественный дебют был связан с его обучением в училище живописи вояния и зодчества куда он поступил и соответственно там он встречается с Давидом Бурлюком который был старше его по возрасту и по курсу и как вспоминает Маяковский началось чуть ли не с драки потому что Давид Бурлюк стал его задирать Маяковский отвечал поскандалили но были интересны друг другу и вскоре подружились и вот именно Давид Бурлюк и Алексей Крученых стали основоположниками нового модернистского течения футуризм футур будущее они провозгласили себя творцами нового искусства и сформировали концепцию нового языка отражающего динамику новой жизни пугали жирного буржуа народным бунтом выступали против мещан против вкусов буржуазного обывателя но при всем при этом призывали и отречься от классической литературы Маяковский примыкает к ним в 1912 году и туда входили как я уже говорила Давид Бурлюк Алексей Крученый Хлебников Каменский и вот к ним примыкает Маяковский появилась скандальная декларация футуристов пощечина общественному вкусу кстати вторая декларация называлась дохлая луна но мы видим из названия да что это в общем-то само по себе уже должно было эпатировать публику так вот в декларации по щечину общественному вкусу футуристы призвали сбросить Пушкина Толстого Достоевского с парохода современности то есть не нужны эти авторы дело за новыми направлениями за новыми течениями за экспериментами и они экспериментируют во всем начиная от фонетики от слова образования вот почему появилось такое колоссальное количество неологизмов то есть придуманных новых слов уж у кого у кого а у Маяковского этих неологизмов очень много эпатировали они не только своим творчеством но и внешним видом они придумали себе униформу желтую блузу такого невероятного канареечного цвета длиной до колен и воротник этой блузы повязывался таким ярко-ярко голубым бантом вот в таком виде они ходили по Москве и пугали прохожих получая от этого громадное удовольствие Маяковский безусловно был так сказать в раннем своем творчестве самым настоящим футуристом но его стихи конечно выдавали вот пластикой своей выдавали в нем художника он видит мир в красках в веществе в плоти то есть такие дерзкие развернутые метафоры соединяют несоединимое и создают броские образы вот например стихотворение ночь багровый и белый отброшен из комка в зеленый бросали горстями дукаты а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты ну расшифровывается в принципе достаточно легко багровый и белый отброшен из комка кончился день да закончился закат багровый да белый день закончен все это уступило право ночи и начинается ночная жизнь в зеленый бросали горстями дукаты это зеленое сукно казино да куда ставят деньги на кон а черным ладоням сбежавшихся окон раздали горящие желтые карты то есть зажглись окна в темных домах и они стали похожи на горящие карты конечно нужно говорить о том что Маяковский прекрасный художник кстати стоял у истоков первой советской рекламы вот посмотрите дождик дождь пустую льешь я не выйду без галош с помощью резина треста мне везде сухое место он не понимал что реклама двигатель торговли что молодой советской стране нужно вставать на ноги и соответственно не гнушался такой вот поэтический поэтической рекламы придумал вот такие слоганы лучше сосок не было и нет готов сосать до тысячи лет это реклама детских сосок ну или вот справа вы видите плакат он работал в окнах роста роста расшифровывается как российское телеграфное агентство и когда началась первая мировая война он уже рисовал эти плакаты и продолжил эту деятельность в период гражданской войны и когда люди шли утром на работу в витринах этих этого российского телеграфного агентства а витрины были очень большие были огромные окна поэтому Маяковский так их и называл окна роста то есть я работаю в окнах роста он выставлял вот такого рода плакат который рисовал за ночь он дежурил у телетайпа получал сводки с фронтов гражданской войны и соответственно выставлял тут же нарисованный плакат с подписанными стихами это уже так сказать мы видим реклама электрификации но это просто чтобы вы поняли как выглядел плакат окон роста да вот Маяковский кстати чтобы не заснуть и не проспать с водки стилетайпа клал под голову себе полено чтобы сон не был крепким так что ну много интересных фактов конечно в его творчестве но вернемся к его стихотворениям да здесь вы его видите в качестве художника так здесь он с Лилией Брик Лилия Брик это любовь всей его жизни слева он с Борисом Пастернаком который тоже начинал как футурист ну а Лилия Брик была действительно и музой и проклятием в общем-то творчества Маяковского которая держала его на коротком поводке которая много раз расставалась с ним потом снова возвращала его к себе и он гордый вот такой несгибаемый по характеру в письмах ей подписывался твой щен то есть щенок дым бродячий воздух выял комната глава в крученых овском аде вспомни за этим окном впервые руки твои ступленные гладил сейчас сидишь вот сердце в железе скоро может быть выгонишь из ругав в мутной передней долго не влезет выломанная дрожью рука в рукав выбегу тело в улицу брошу я в дикой злобе отчаянием истомясь не надо этого дорогая хорошая дай простимся сейчас это стихотворение называется лилички но одно из известнейших стихотворений молодого маяковского стихотворения послушайте написанное 1914 году послушайте ведь если звезды зажигают значит это кому-нибудь нужно значит кто-то хочет чтобы они были значит кто-то называет эти плевочки жемчужины и надрываясь метелях полуденной пыли врывается к богу боится что опоздал плачет целует ему жилистую руку просит чтоб обязательно была звезда клянется не перенесет эту беззвездную муку а после ходит тревожный но спокойный наружно говорит кому-то ведь теперь тебе ничего не страшно да послушайте ведь если звезды зажигают значит это кому-нибудь нужно значит это необходимо чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда мы видим как Маяковский трактует вечные образы да звезды это лишь плевочки для большинства людей но и жемчужины для кого-то кто появляется посредником между богом и людьми и это конечно поэт поэт который врывается к богу потому что богом дан этот дар и поэт обязан нести людям вот этот жемчуг своего таланта образ бога снижен бог это старик трудяга у которого жилистая рука кстати Маяковский не раз прибегает к такому образу и разумеется великая ответственность поэта перед людьми то есть нужно отрабатывать тот дар который дан тебе свыше вот его такое эпатажное стихотворение Нати через час отсюда в чистый переулок вытечет по человеку ваш обрюзший жир а я вам открыл столько стихов шкатулок я бесценных слов мод и транжир вот вы мужчина у вас в усах капуста где-то недокушенных недоеденных щей вот вы женщина на вас белило густо вы смотрите устрицы из раковины вещей все вы на бабочку поэтиного сердца взгромоздитесь грязные в калошах и без калош толпа озвереет будет тереться ощетинет ножки стоглавая вошь а если сегодня мне грубому гунну кривляться перед вами не захочется и вот я захохочу и радостно плюну плюну в лицо вам я бесценных слов транжир и мод но предмет мир этого стихотворения представлен именно предметами потребления щи белила вещи калоши отвратительный собирательный образ вещанской толпы толпа озвереет будет тереться очевиден такой социальный обличительный пафос стихотворения можно представить какой скандал разгорелся на открытии кабаре розовый фонарь когда поэт на открытии прочитал это стихотворение бросив его в лицо благопристойной буржуазной публики Маяковскому вообще был свойствен антиэстетизм то есть отрицание культуры как таковой во имя абсолютизации реальности человеческая природа считал Маяковский это единство двух начал биологического и духовного ну и конечно творческого безусловного то есть где духовное там и творческое и конечно мы понимаем что его очень неоднозначное творчество было многозначным для советской страны он был действительно как он сам про себя говорил глашатой и главарь революции мобилизованы и призваны но к сожалению так сказать страна которую он так любил не поддержала его в трудный момент и собственно это привело к трагическому финалу к самоубийству ну вот к сожалению пока все что мы могли успеть за это время и в следующий раз мы поговорим с вами о творчестве Булгакова роман мастер и маргарита повести собачье сердце и роковые яйца пожалуйста читайте вопросы мне ближе акмеизм вот если отвечать на ваш вопрос потому что умение передать мир чувств через реалии окружающего мира это высокое искусство еще вопросы всего доброго читаем читаем стихотворения Есенина Маяковского Ахматова Гумилева Блока конечно же и это не забываем разные литературные течения и все они объединены общим направлением модернизм всего доброго рода дай читаем литературные м г